итак здравствуйте дорогие зрители с вами снова алексей а это значит что вы смотрите youtube канал парадигм и возможно вы уже видели такую надпись такой экран загрузки а возможно и нет кстати только что заметил что экран то меняется то есть вы видите вот это это в общем то мой город но очень похоже на мой город хотя нет вроде бы не он не сто процентов он ладно это не так уж и важно процент дело в том что ну полноценного уже прохождение этой игры не получится то есть она уже довольно таки давно вышла ну как давно неделя это уже очень и очень старая игра но все же я надеюсь сделать небольшой такой тут то и реалу в эксплуатии что ли процент объясните и чем меня поразило игра какое мое мнение о ней если конечно как она кого то интересует новой и посоветовать естественно стратегию игры и показать свой город который я тут на играл м фактически это за пару дней но все зависит от того сколько часов день играть вот в чем еще заключается весь подвох ну что я хочу сказать это одна из немногих игр по крайней мере экономических симуляторов как в которых я сразу не врубился то есть я в последний раз такое было у меня семь сети четыре которую я кстати тоже снимал но еще не выкладывал возможно выложу выкладывать чего выложу не знаю ну и пожалуй для того чтобы м показать вам все я начну новый мир а потом уже загружу свой старый ну начнем с этого окошка в общем то название ни на что здесь не влияет я буду рассказывать так как по манчкинские то есть как вам сделать так чтобы ваш мир был нормальным там ну и чтобы на нем было легко выживать но при этом не очень то и легко м но в общем то называйте как хотите только буквами цифры не работают процент также макси но макси тоже вы можете вводить какую угодно например но такой сойдет наверно потому что это много цифр просто вот так все интересно какой он будет или же нет один вот это макси я понимаю макси макси м на мунтэнс я ни разу не играл я вообще играл на однотипных картах но вы или если это долины мунтэнс это горы логично ментера инсайд снову уважающим медиум смол я не вижу смысла ставить на смол или на медиум так как ну вы понимаете то есть если карта большая то вы можете в принципе если вы хотите маленький город какой то запасы вы можете его просто строить в каком то определенном месте не расширяя но если но у вас карта маленькая то вы не сможете построить большой город даже если у вас маленький будет вот очень красивый маленький город очень населенные там все так далее и тому подобное но все то есть развития никакого поэтому всегда выбирайте большой всегда имеет преимущество перед маленьким тем более что у меня даже большой на моем старом компе не лагает а учитывая какой у меня комп то у вас уж точно пойдет если вы можете видеть это видео на ютубе то уже значит не все потерян для вашего компа климат но я не знаю м скорее всего от этого будет зависеть температура в течение лета и зимы и собственно насколько длинными будут зима и лето я думаю так так дизестерс катастрофы но здесь как бы во первых они погода особо не делают за все время я видел несколько только таких дизестерсов это была эпидемия туберкулеза которую сразу же ликвидировал я при помощи одного госпиталя которого который я к счастью построил уже торнадо который пробежал неизвестно где и исчез ну и что еще там было но пожара у меня пока не было но моем городе естественно в развитом м конечно не очень развитом бывают и более развитые и стартинг кондишинс здесь хард однозначно хард дело в том что изи там куча людей уже сразу куча ресурсов м огромные этот огромные склады все такое на изи войну на медиуме то же самое только немножко поменьше а на харде у тебя ничего нету кроме там стартовых каких то припасов чтобы первую зиму перезимовать и то их не хватит но собственно хард это такая вот действительно нормальная сложность как мне кажется в принципе можно было бы еще картове но это уже будет слишком помочь мальчикинский ну давайте попробуем сгенерировать карту по нашему великолепному сиду с нашим великолепным названием пусть будет вот так как то все мир ужаса мир ужаса игра грузится довольно долго у меня хотя это когда я не знаю возможно стоит выключить запись секундочку итак мы загрузились прошло примерно 3 минуты но это довольно таки долго учитывая что все это на видео было бы но и в первую очередь когда вы попали на карту вы осматриваете местность но на что следует обратить внимание на что я обращаю внимание и почему я на это обращаю внимание сейчас я вам все расскажу во первых включим карту вот как вы видите во первых нам нужно найти реку река должна быть где то недалеко и вообще чем больше река будет по длине тем лучше насчет озер озер много не надо на самом то деле здесь многовато озер на карте я бы ее перегенерировал дело в том что я вам объясню прикол заключается в том что как бы питаться рыбой в игре не получится и единственное что нам нужно это вот эта вот длинная река и чтобы она была как можно длиннее все остальные вот эти вот мелкие ручьи это только препятствия сплошные поэтому их не стоит так сильно во вторых вам следует обратить внимание на вот эти вот горы то есть реки и горы логично и как и река то есть река нам нужна вот это главное чтобы была длиннее для того чтобы строить на ней порты и торговать не знаю может некоторые не знают а может и знают но количество торговцев а следовательно вероятность выпадения каких то вещей интересных семян которые на харде недоступны с самого начала а также многие другие параметры зависят от количества собственно торговцев то есть если больше торговцев пришло больше вероятность что вам привезут какую-нибудь семя пшеницы например или же коров что немаловажно и ну собственно поэтому важна нам река чем больше она по протяженности тем больше мы сможем поставить торговых портов насчет гор тут все просто дело в том что на горах ну что мы тут можем ставить мы можем ставить здесь только шахты которые в принципе иссякают и занимают место их нельзя удалить потом а это я не считаю что очень хорошо дело в том что во первых на картах довольно таки много ресурсов а во вторых мы ресурсы также сможем покупать и поверьте мне с лихвой на любой карте ну я имею ввиду на большой карте хватало вот какого-нибудь участка вот по вот так вот чтобы развиться до такой степени чтобы наладить поставку камня и железо ну собственно при помощи торговли а это поверьте возможно хотя и не очень стабильную поставку но железо нам требуется только для инструментов и еще для некоторых зданий которые один раз платишь и все а камень вообще то есть только для строительства зданий требуется поэтому ну то есть очень много нам этого ресурса не нужно при этом также обмен очень выгодная вещь я вам расскажу о ней чуть позже так вот зачем же нам горы почему я их не люблю потому что на них можно строить только шахты при этом мы не можем строить там дома не можем проводить дороги в общем ни хрена мы не можем с этими горами сделать то есть это фактически районы с горами можете их сразу же вычесть из общей площади карты здесь как вы видите гор так скажем многовато поэтому я бы эту карту перегенерировал кстати она странная по моему она мне такая уже выпадала пару раз ну по идее что тут случайный генератор карт ну да ладно для обзора все равно сойдет а потом я естественно вернусь на свою карту также мы видим здесь карты ну не карта повозку тележку в которой как вы видите сколько пообещается ресурсов ну то есть сложите и вот это 80 процентов если вы вот это вот то есть сложите все и поделите на 80 а потом умножите на 100 то получите сколько будет 100 процентов ладно неважно так вот нам даются четыре семьи четыре семьи это не четыре человека то есть просто люди как бы они здесь принадлежат к определенным семьям и они будут селиться в одни дома то есть каждая семья в свой дом поселиться следовательно до зимы нам нужно построить четыре дома это сразу же во вторых что мы можем обратить на что внимание у нас всего лишь двадцать инструментов фаер вуд и это хрень которая топят дома картошка это то что мы жрем потом ну и в общем то все еды нам пока что хватает и в принципе о еде беспокоиться треб нужно уже ближе к зиме в основном нам нужно сейчас взять короче камень нужен дерево нужно да в общем то довольно много всего нужно но до первой зимы в принципе да мы справимся я думаю я по крайней мере справлялся причем с первого раза как неудивительно так и как нам приказать им рубить в принципе то поначалу я думаю нет смысла чего-то там выдумывать ужасного такого просто берем remove resources они уберут все что смогут убрать собственно вообще все так же нам понадобятся еще две панельки это jobs это одна из самых важных если не самая важная панелька и стоп нет три панельки а вот карту после того как мы сделали я ее больше не использую и вот эти вот две панельки это статистикс и lock of events lock of events не обязательно панелька но желательно она позволит вам тревожные события так скажем отмечать и в общем то если вы проиграете то это будет для вас не неожиданностью в отличие от если вы эту панельку не поместите сюда то есть когда люди умирают когда какие то катастрофы случаются на этой панельке все это отражается и так первое что мы должны построить после того как мы естественно все что вы тут сделали на первой скорости вообще не знаю какой эти вот будет играть да что мы должны построить мы должны построить сток пайл я строю сразу же десяточку так как он ничего не стоит ну и собственно туда будут складывать все эти ресурсы но не абсолютно все ресурсы как вы видите в сторейдж карт они не складывают вот это вот сырье а вот в сток пайл они сырье складывают что дальше дальше нам нужно где то взять кожу так как колоза вот это вот хай не хватит во вторых мы должны то зимы построить им дома и в третьих что самое важное кстати пробелом можно включить паузу в любой момент в игре и советую этим пользоваться как можно чаще в общем да такая вот фигня но и начнем же что нибудь строить нам необходимо позаботиться в первую очередь о рубке дров чтобы у нас рубились дрова и о еде в принципе это хотя у нас картошка есть но я вообще то рекомендую использовать хантинг кабин дело в том что на харде у вас нет доступа хотя на любой сложности наверное нет доступа к этим к животным сразу же а без животных вы не получите шкуру или шерсть да ни шкуры ни шерсти определенного не получите которые в свою очередь необходимы для изготовления одежды которая у нас как вы видите пять единиц осталось и все а без одежды пережить зиму будет очень очень трудно я вообще не знаю возможно ли это в общем люди будут бегать постоянно в свой дом и не отходить далеко от дома ну и в общем то если они начнут отходить далеко от дома то они все подохнут вот в чем прикол вот в чем заключается весь прикол так ну также необходимы дома давайте как позаботимся об этом но сначала давайте же подождем пока они тут все сделают и вообще давайте еще увеличим скорость все равно здесь пока что нечего такого вот видите сразу же нам хватило уже ну я уверен что нам этого хватит чтобы построить 4 думать и несчастных люди а строить а да вот давайте назначим билтером то есть строителей эти чуваки будут нам все строить так вот хентинг кабин советую ставить дома на некотором расстоянии друг от друга и с учетом того что в будущем там будут улицы кругом также можете поставить на паузу строительство ну по понятным причинам естественно вот они взяли ресурсы и пошли строить в принципе это я знаю еще более крутой способ добычи пропитания но но к сожалению он не очень крут и вообще забудьте о таких источниках пропитания на среднем этапе игры и позже как вот такие вот простейшие как охота там собирательство собиратели они очень эффективны но но не очень очень но не очень то есть собиратели в том что они эффективны поначалу пока там в лесу свои источники есть ресурсов ну собственно грибов там кореньев и других съедобных вещей и вкусных но потом когда вы будете сильно налегать на эти ресурсы то они истощатся и будут долго восстанавливаться поэтому выбор варианта есть два или уменьшить там по умолчанию по моему четыре собирателя может быть в одной кабинке так вот или уменьшить этих собирателей количество до одного или до двух не знаю я до одного уменьшал или же отказаться от этого способа пропитания впрочем я отказался потом от этого способа пропитания так чуваки теперь вы займетесь короче вырубка леса хантер пусть пока охотится в принципе он нам с саммар все еще саммар да вот здесь показывается сбоку ну время года и собственно год лето первого года отмечено также ресурсы все но это в целом то есть на всех складах пища это показывается общим значком также не показывается я так чувствую файл то есть так шняга которой мы будем топить печки давайте стройте пусть они вот это вот еще соберут стройте 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 да и вот это начинаете строить стоп файр вуда все нету отлично теперь нам время позаботиться о нем это была моя первая проблема с файл файл то есть что такое с чем его и тяты нахрен оно вообще нужно файл в общем файл будет это такая штука без которой вам не пережить зиму ну или если у вас есть уголь по моему а неуклем топят это если у вас есть блин что то неэффективно нефига все работает ага нужен камень да опять же пользоваться пауза это не стыдно потому что без паузы вы можете не туда нажать или еще что то случится ужасное такое кстати вот насчет того что кто бегает копать камни на улице и это делает не знаю как это переводится ну в общем грузчики и всяческие отбросы общества но без них в принципе осваивать новые территории очень было бы трудно их часто не хватает то есть в принципе лабора если кто то умирает или же ну да умирает без вариантов но по любой причине умирает то из лабора если они есть напирается на его место новый сотрудник это так скажем безработные которые подрабатывают всякой ерундой и так же следующее что нам нужно построить но это не обязательно в этом порядке вам главное до первой зимы все это построить желательно конечно же я вообще например пизу без форестера лоджа в начале играл но впрочем я недолго играл это уже другое дело что недолго играл это уже другое дело что недолго играл не медит и не хватает уже но зато у нас есть кожа и в принципе это хайд кула ты вот эту тележку можно использовать как амбар поначалу то есть в принципе я ее не использовал как амбар вот видите уже началась зима и это очень плохо сколько у нас свободных да билдеры у нас лишние нужно всех людей в общем то занять чем то а для этого нам нужно сделать вот это вот товарища он очень интересен своей концепцией но он довольно таки дорог для него требуется даже железо железо к счастью мы можем добыть а нет стойте к я неправильно сделку нужно сначала вот этого товарища о железе это он работает с железом и в общем то без него будет очень трудно так и что это вот как то так так то вы пишите чуваки давайте стройте да ты короче уже задолбался своим файл путем это интересно сколько там инструментов осталось еще десяток ну десяток это еще нормально теперь железо можно отдельно то есть коллекта аэрон выбирать или коллект еще что то там нет это не аэрон вот это аэрон давайте уже работайте вот еще одна штука есть инкризис приорити то есть повысить приоритет то есть если есть несколько заданий а вы хотите чтобы что то именно первым делалось сосредоточить усилия то вот так вот выбираете просто то место на котором хотите сосредоточить их так тут уже веншин веншин это мясо веншин картошка но веншином одним мы сыты не будем поэтому давайте ка нет пока не давайте ка нам нужно со многим разобраться а у чуваки вы скоро Вы скоро? Вот так вот. Быстро, быстро. Деревья порубили. Да, нужно все это быстро делать. Я специально оставил много лабораров, чтобы они порубили быстренько деревья. К счастью, пока что вокруг нас их много. И это даже полезно их рубить. Но потом, потом лучше их не рубить, так как это невыгодно становится. Давайте, работайте, работайте, у вас же хорошее настроение. Видите, понижается среднее здоровье у жителей. То есть они там болеют чем-то. У них еще там что-то начинается фигня какая. Лейт Винтер, поздняя зима. Ну, ясно. Весна уже настает. Так, Форестер. Поначалу нам хватит и одного там работника. Или двух. Ну, ладно, пусть уже одного. И у нас уже кто-то голодает. Это хреново, я скажу вам сразу. То есть, если он будет продолжать голодать, то у нас ничего из этого хорошего.